Друзья, приветствую! Валерий из Воронежа прислал посылку с образцами масла EGOL Pro5 C3 530 Основный допуск это 504, 507. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации. Масло это французское. На сайте указано, что это первый из независимых производителей Франции. Сразу я не понял, что такое первый из независимых, а потом подумал, что все-таки эльф, тоталь, наверное, как-то связаны с государством, поэтому формально они не независимые. Три баночки, две свежего, одна отработка, а одну свежая на предмет оригинальности, попросил Валерий проверить. Сейчас я создам эталон этого масла EGOL. Так, закладываю. Смотрите, такая спектрограмма. Видно, четкие эстеровые пики. Сейчас увеличу, покажу вам. Здесь даже необычная картинка. Посмотрите, как бы пик эстеровый имеет плата. На мой взгляд, это указывает о том, что использованы и простые эстеры, и полиэстеры. Здесь такой конкретный компот. Примерно по уровню это 3%. Далее, смотрите, прибор намерил. Противоизносных присадок 119, высокий уровень. Гликоль я 0, естественно, выставлю. Сажу 0, сажа положительная, 0,2. Ну и такой уровень эстеров уже влияет на кислотное и щелочное, на показания, путая прибор. Поэтому здесь кислотное я 2 выставлю, а щелочное, щелочное как-то слишком уже заниженное, честно говоря. По данным производителя выставлю 8,5. По крайней мере, производитель так заявляет. Хотя в реале прибор коррелирует с ГОСТом для отработки и это значит где-то на полторы единицы поменьше. Смотрите, это у нас отработка Audi A4 Quattro 2013 года, двухлитровый CDNC 211 сил, катализатора нет, объем масла 4,6 литров, пробег практически 165 тысяч, на масле 7,200 и 154 моток часа. Так, противоизносных присадок по мнению прибора 56 процентов. Ну, это в общем-то турбо, здесь ничего удивительного, гликоля нет. Сажи можно обратить внимание, 0,06 достаточно высокий уровень для бензина. Процесс загорания как-то не совсем оптимальный, хотя средняя скорость, посмотрите, 49 очень высокая. Так, и была доливка 400 миллиграмм. Значит, в общем-то все равно масло сопротивляется окислению 2,80, то есть на 0,8 выросло за 150 часов. Ну, в принципе, такой стандартный достаточно показатель. И по щелочному 6,4, небольшая, видите, просадка на 2 единицы. В общем-то масло достаточно крепкое. Ну, и условия такие. Трасса в основном 49, чтобы среднюю скорость 49 получить, достаточно быстро надо перемещаться все остальное время. Вот так скажем. Много трассы, я так подозреваю. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Пару раз я проверял разные образцы из подобных Audi и там было загущение, такая как родовая болезнь, как у... Да, и здесь тоже самое, посмотрите. Есть минимальное загущение примерно, ну, на 5 процентов от максимального до красной зоны. Но, тем не менее, загущение есть. То есть, это такая родовая болезнь, как у Mazda с разжижением, так у Audi. Чаще с загущением. Да, не забывайте отметить видео, подписывайтесь, кто не подписался. Ну, и колокольчик нажимайте, те, кто хотят получать уведомления о новых видео. Значит, а сейчас прогноз. Значит, по результатам измерений получается, что по километражу это 16 тысяч километров, моющие нейтрализующие свойства, 344 моточаса. Ну, я считаю, неплохой результат. Все, конечно, зависит от стоимости. По нитрованию это 17 300, 370 моточасов. Ну, и по вязкости не имеет смысла учитывать, потому что, смотрите, тут на половину периода жизни мотора. Значит, видите, да, если кому-то пришло бы в голову посудиться с производителем на предмет их рекомендаций 15 тысячных, то, скорее всего, юристы принесли бы подобные данные, что при условии средней скорости 49 километров в час масло спокойно выхаживает 16 тысяч километров. Вот. Поэтому на все рассчитано. А сносочка, как обычно в мануале, там, что если условия эксплуатации сложные, это город у нас, там, пробки, все остальное, то сокращайте интервалы в два раза. Буксировка там прицепов, ну, всякие там дополнительные нюансы. То есть, производитель прекрасно знает ресурс масла, вот, но все-таки вот так хитрят маркетологи. 15, да, 15 реально масло может выдержать, 15 даже такое, c3, вот, но необходимо определенное состояние мотора и определенные условия. Вот здесь по, не знаю, что тут у Audi может быть с загущением, в принципе, ну, таким загущением, я считаю, можно пренебречь, не криминал, но, тем не менее, рабочая температура чуть повышена, возможно, это форсунки немножко загажены, и поэтому меньше топлива попадает от этого и нагрев. Возможно, одна из форсунок или две из форсунок, вот, и поэтому, значит, температура в камере, смесь бедноватая, температура повышенная, ну, и вот такой результат загущения. Или это вопрос, может быть, к насосу топливному, там, какая-то хитрая система с этим топливным насосом, насколько мне поясняли, но я не совсем понял, но, тем не менее. Вот такой получился тест, такое масло, необычное, для нас, для Франции, наверное, привычное. Благодарю Валерия за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!